Пропагандист Американцам там долбанули Так, наотмаш Ютуб сделал свой выбор Ютуб воюет с Россией Скажите, пожалуйста, ваше мнение и оценка Что сейчас происходит в Украине? Как бы в это Ваше мнение? В Украине происходит война Со стороны Украины это оборонительная война Со стороны России это захватническая война То есть разрушаются, по сути, мирные города Что вам известно о все-таки Участии белорусской армии в Украине? Вы отслеживаете эти новости? Может, у вас есть какие-то друзья, знакомые Которые вам из Белоруссии тоже как-то информируют? Я не могу сказать, что я имею какую-то информацию Больше, чем любой другой украинец, наверное, здесь Я знаю, что белорусские войска стоят на границе с Украиной И я очень надеюсь, что они не включатся в эту войну Я знаю также, что обстрелы территории Украины, мирных городов Украины Совершаются российскими ракетами, которые выпускаются с белорусской территории Это, конечно, совершенно ужасно Это не то слово, потому что здесь слов нет, чтобы подобрать правильно И я хочу отметить такую вещь, что удивительно просто Насколько украинцы корректно ведут себя Официально, я имею в виду, власти Ведут себя корректно заявлениями по поводу этих ракет Которые вылетают с белорусской стороны Насколько корректно в отношении Белоруссии себя ведут По вашему мнению, белорусы знают, что в Украине война? Мой круг знакомых, конечно, знает Потому что я постоянно нахожусь на связи с своими друзьями Которые остались в Беларуси И я им рассказываю последние новости Делюсь с ними информацией Там телеграм-каналы, которые я тут отслеживаю в Украине То есть, ну, как бы, они, конечно, знают И они находятся в ужасном состоянии на самом-то деле Потому что, мне кажется, одна из целей Путина Было еще поссорить наши народы Что они вам говорят? Что они мне говорят? Они находятся в состоянии ужаса Ужаса от того, что с нашей белорусской территории Ракеты летят сюда Они не очень понимают, что они могут сделать Я имею в виду, понятно, не все белорусы Мои личные контакты, мои личные друзья Они переживают тяжелое в моральном плане время Они очень хорошо следят за тем, что происходит здесь И они видят все Я добавлю, моя мама, которая 52-го года рождения Это, ну, как бы, дама уважаемого возраста Но, тем не менее, она информирована о том, что происходит здесь, в Украине Может быть, не хуже, чем я То есть, ну, она мне пишет Алексей, давай воздушная тревога в Киеве, например То есть, ну, то есть тот, кто хочет найти информацию, он ее находит Я просто очень надеюсь Я много слушал белорусских аналитиков еще осенью, например Которые говорили о белорусской армии Белорусская армия Я не хочу дезинформировать никого Но я просто очень надеюсь на это Что белорусская армия, она не для того сделана, чтобы воевать То есть, ну, она вообще-то придумана для того, чтобы зарабатывать деньги И быстро уйти на пенсию Вот, это было много мнений по поводу этого Вот, поэтому я, ну, я не могу предположить Допустить, что белорусская армия границу пересекает Но если это вдруг произойдет, то, скорее всего, воевать она не станет Ну, я не знаю, я на это очень надеюсь Это самое ужасное для меня, что я могу себе представить Белорусскую армию, втянутую в эту страшную войну Потому что очень хотелось бы, чтобы Беларусь была сейчас Сто процентов на стороне Украины И помогала, как все цивилизованные дружеские страны Которые находятся в мире Чтобы была не просто с Украиной, а была с миром Алексей, вы за важную информацию сказали Что все-таки источников информации в Беларуси для белорусов достаточно То есть, не блокируется интернет, телеграм-каналы То есть, кто хочет, смотрит государственное телевидение Лукашенко Кто хочет, ищет другую альтернативную информацию То есть, есть возможность узнавать другую точку зрения Это так Надо понимать, что белорусы значительно запуганы Потому что сейчас у нас уже на протяжении длительного срока Достаточно большие сроки просто за телеграм-каналы Которые у тебя могут в телефоне обнаружить Если ты идешь по городу А чтобы тебя остановили, этот телефон у тебя забрали и проверили Ничего не нужно абсолютно Поэтому многие, возможно, опасаются, я могу предположить Но мои друзья, которые остались в Беларуси, скажут, что их не так много там осталось за последнее время То есть, многие уехали год назад Они, конечно, следят за тем, что происходит, не отрываясь Почему россияне не хотят искать ту альтернативную информацию В большинстве своем Даже те опросы, которые мы делали, говорят о том, что Ну, они реально в каком-то очень таком информационном вакууме Они не то, что не знают или сомневаются Они уверены в том, что это военная операция Под демилитаризацией и так далее То есть, почему россияне Скажем, нельзя говорить все, да Но в большинстве своем не знают или не хотят знать Или почему не проверяют информацию Вы знаете, это для меня загадка Для меня это загадка Я, ну, им постоянно подаются какие-то знаки Посмотрите, когда у вас закрываются там Альтернативные каналы информации Такие буйные, как там Дождь, например Или Эхо Москвы То я понимаю, что, ну Я не могу загадочную душу россиян никак комментировать Я не понимаю, что это такое Но они превращены, наверное, давно уже в зомби Здесь, наверное, и разница есть Потому что белорусы не зомби Белорусы больше запуганы То есть, ну, вот этим Какими-то ужасными Ужасным этим насилием Которое после выборов началось И продолжается по всю пору А русские, они не знали такого насилия До последнего момента над собой Внутреннего насилия И они, конечно, не знаю Они, может быть, распущены Они нравятся Я не знаю Я не могу понять Алексей, вы решили остаться в Киеве Почему? Послушайте Во-первых, ну Я очень хотел в Украину Я сюда приехал в августе прошлого года Это для меня было довольно сложно сделать Больше я никуда не хотел ехать Я хотел только в Украину Я просто не понимаю Как можно взять чемоданы И уехать из Киев Мне кажется, что в Киеве Должны оставаться какие-то люди То есть, ну Это, я не знаю Мне изначально казалось Что это неправильно Оставить город У меня первый день войны Наверное, около 12 часов дня У меня была небольшая паника Она продолжалась не больше часа Это тот момент То есть, у меня не страшно были Там вот эти военные действия Сами по себе Насколько мне страшна была картина Которую я очень хорошо себе представил Помня свои белорусские истории Это оккупация Киева То есть, когда я представил Что я смотрю в окно А там идут русские Например, с этими дубинками Палками, оружием И все такое Это мне не очень понравилось Но как-то я довольно быстро успокоился И, ну Я не вижу каких-то поводов для паники Алексей, как вам кажется Что может остановить Путина Чего он хочет Многие строят разные сценарии Путина я не могу рационально оценивать никак Потому что, мне кажется Это иррационально вообще Все изначально, что он делает Я не могу Я удивлен все эти дни До какой степени Человек не понимал Какая у него армия Что эта армия абсолютно непригодна Для военных действий Это же очевидно сейчас Вот И это до такой степени Плохо работала разведка Которая ничего не понимала Что из себя представляет украинская армия Я не Ну, это как-то Это какое-то Ну Это неожиданно для меня Потому что вот этот миф О всесильной российской армии Его больше нету Потому что больше нету этой армии По сути Кроме каких-то Этих ужасных там Ядерных узброений У них ничего не осталось По сути Вот Воевать они не умеют Никак Чем это может закончиться И как это может закончиться Я уверен, что Украина победит Это Сто процентов И мне кажется Что Я очень надеюсь на это Что Решающий Вопрос В решении того русского вопроса Будет Голос вернее Это будет голос Украины Вот Я не знаю Я думаю, что Сами они не закончат Я думаю, что Украина Во-первых Восстановит свои территории Вот Украина Конечно же Станет И есть Одним из самых Уважаемых государств В мире Потому что Все же видят Мир видит Украину А Россия Конечно Я не знаю Как она будет переживать С последствий Этой войны Вы знаете Во всяком случае Это Это Очень похоже на Это Очень похоже на Дорогой мой Вам Сейчас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому